всем привет с вами юра вы смотрите гиг миди и сегодня будет необычный ролик он будет очень короткий и он будет про покрас миник такой лайфхак небольшой или хин про то как сделать ваши настольные игры еще круче и сделать это просто сегодня вам расскажу про такую технику как зенитальная грунтовка и это такая техника которая заставит вашу миниатюру выглядеть гораздо симпатичнее когда вы пройдете парней просто баллонами если вы захотите после очень менять рук покрасить вам будет проще это делать потому что темные части останутся более темными а светлые станции более светлыми если вы будете класть на них один тон сейчас давайте попробуем показать как это выглядит теоретически то есть вот смотрите если у меня часть лица была бы закрашена это черным а вторая часть закрашена белым и после этого мы положили на них фильтр который позволил бы более-менее сравнить цвета фильтр в части которая у меня была черная был бы немножко темнее чем та часть которая была бы светлая теперь когда все поняли давайте я покажу как это происходит сегодня будет такой не очень обычный формат просто этим роликом я хочу запустить серию роликов которые будут у нас выкладываться исключительно бусте потому что вот таких коротенькие зарисовочки про то какие лайфхаки или какие быстрые методы и хорошие советы есть по покраске миниатюр для ваших настольных игр и сегодня мы поговорим о так называемом зимитальном грунтование или о том как соответственно залить вашу фигурку грунтом так чтобы она уже выглядела симпатично или чтобы вам потом было проще красить показывать я это буду на примере фигурки из игры рейхбастерс то есть мы конкретно возьмем вот такого здорового чувака вот такую фигурку и первым делом что вам нужно сделать это вам нужно задуть ее в черный цвет баллон фигурка просто хорошо задуваем полностью фигурку пока на помощь не станет черный когда грунт просох немного вот видите она у нас все такая черненькая симпатичная стала когда грунт немного просох берем серый грунт и вот в этом случае нам уже нужно выбрать то место откуда нас будет свет падать на фигурку допустим у нее свет падает у нас на вот правое плечо соответственно с этим баллоном мы будем задавать ее с этой стороны стараясь оставить как бы промежутки черного там где не попадал бы у нас например свет между ног под руками в некоторых местах и так далее и посмотрим что из этого получится как это будет выглядеть итак смотрим итак мы выбираем правое плечо и начинаем сдавать отсюда его с серой серым грунтом вы понимаете фигурки рельефные поэтому серая краска падает не во все ее глубинки и детали и мы продолжаем здесь мы соответственно делаем прям такие легенькие движения чтобы у нас краска не ложилась повсюду то есть на составе останутся такие темные части и последние штыки которые там остаются это нам нужно добавить немножко лишь белого тех местах где подумал что света будет больше всего вот в принципе и вся эта фигурочка как ведь он уже выглядит симпатично но красить его после этого будет гораздо проще потому что вы кладете краску одним слоем на все детали одного типа а получается что у вас там где было грунт темнее то у вас краска будет темнее а там где грунт был светлее краска будет светлее давайте покажу еще на одной быстренько вот это в принципе все на сегодня а в следующем ролике вы узнаете как как красить кристаллы и драгоценные камни на ваших фигурках я планирую дальше продолжать серию этих роликов они будут разные они будут по маленьким аспектам покраса и по маленьким аспектам моделирования то есть я смогу сказать как вам лепить что-то из зеленки или показать что ты что делается из подручных средств эти ролики будут у меня эксклюзивно для подписчиков на пусти потому что ну они не являются основным контентом для нашего канала так что если вам захочется подписывайтесь на нас там и смотрите продолжение всем пока а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok